Иерусалим. Музей Едваше. Здесь помнят всех неевреев, которые во время войны спасли хотя бы одного еврея. Спаситель получает медаль, отлитую в его честь. В саду праведников мира их имена выбиты на мемориальных стенах почёта. Имя немца Гюнтера Крюля тоже здесь. Германия. 2001 год. Презентация книги Вернера Мюнбера. В ней история спасения. История спасителя. В 1942 году в Белоруссии Гюнтер Крюль спас от смерти в пинском гетто молодого парня. Условие было одно. Забыть своё имя, фамилию, национальность. За еврейское имя убивали. Надо забыть всё, чтобы выжить. А это тот самый парень через 60 лет. Каким именем он подпишет свой автограф? Пётр Рабцевич. Но возможно ли забыть, кто ты есть? Отец и сын. Виртуальный диалог. Я Рабцевич Пётр Рубинович. Родился в 1923 году в городе Дрогичине Брестской области. Бывшая Польша. Двое детей у меня. Дочь и сын. Рабцевич Илья Петрович. Моя родная фамилия. Рабинов Фишель Рубинович. Вот это вот они с мамой. Это моя мама. Рабцевич Евгения Абрамовна. В девичестве Сидерман. 1956 год. Родились мы. Отец, папа. Вообще имя Фишель или Иерухим, значит, оно было не под табу, ни в коем случае. Он был Фишелем для брата и его жены. Фишелёк. То есть они его Фишель называли. А мама нет, Петя. Петя, 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 Петя. 9 августа 1941 года было расстреляно около 10 тысяч человек еврейской национальности мужского пола. Дедушка прятался на чердаке дома. А два младших брата, Давида и Аарон, были как раз в этот момент в доме. И их забрали. Я спасся только лишь благодаря тому, что в это время, когда зашли полицаи и немцы в нашу квартиру, я находился в дворовом туалете. А Аарон – это Давид. Это два младших брата. Вот кроме вот этих троих, все погибли. У них была дочь. И у Льва была дочь. Они тоже, дети эти погибли. Вот когда они выходили, то брались заложники. И если кто-то не придет в гетто, то эти заложники будут расстреляны. Выходящие за пределы гетто не имели права ходить по тротуару. Мы ходили как лошади по мостовой. Нашим удостоверением было желтая лата спереди и желтая лата сзади на левой стороне, решитая на уровне сердца. Для чего? Для того, чтобы легче было целиться любому полицаю, немцу. В Пинск прибыл новый начальник. Звали его Гюнтер Крюль. Когда он к нему попал в кабинет, тот ему сказал, что ты сними здесь это, потому что ты здесь тоже человек такой же, как и я. 29 октября начался расстрел Пинского гетто. Мы знали о том, что подлежим уничтожению. Никакого просвета на спасение никто и не пытался. Когда Гюнтер его убедил в том, что спастись нужно, спастись нужно попытаться, отец сказал, что он должен пойти и спросить у мамы. И мать сказала ему, что если тебе выпадает такой шанс, то ты должен спастись. Единственное, что ты должен обещать, это ты расскажешь о том, что с нами здесь сделали. Племянницы папины, моего отца, они его просили, спаси нас, как дети. Потому что они тоже понимали, к сожалению, понимали, что их ждет. В таком возрасте они знали, что их убьют. Я услышал выстрелы. И тут же через где-то минут 10 раздался стук в двери. Пришел крыль и забрал меня к себе. Решили изменить фамилию из Грабинова на Рабцевича. Имя изменил и место рождения. Значит, место трагичное он написал в город Кобрин. У папы не было документов. У папы были документы только на командировку. Ему выписали аусвайс на фамилию Рабцевич Петр. Приехал в Киев. Поезд прибыл в 4 часа утра. На вокзале сели указатели. Я нашел свою организацию в Фельдвастерстрассе. Это второй полевой отдел водного транспорта. Дошел до университета. Указатель мне показывает на Владимирскую. Дошел до Владимирской, до Богдана Хмельницкого. Здесь мне показывают, что надо идти в такое-то здание. Где находилось русское управление 2-го полевого отдела. Отдел кадров. Мне надо было оформиться на работу. Выдали временное удостоверение. В общем, паспорт Киевской управы. Это уже было. На этом основании меня прописали. После освобождения Киева в 1943 году Петр сразу хотел восстановить свою фамилию. Но прокурор Виноградов предупредил. Я тебе не советую менять фамилию. На твою родную. Я говорю, тебе верю. Но вдруг, говорит, ты скрываешь какие-то связи с немцами. И учти, поменяешь, тебя тут же могут посадить. Свидетельство о том, что папа не немецкий шпион? Есть. Я писал в своих биографиях о том, что я еврей. И как я стал русским. Потому что в душе всегда считал, что я должен рассказать детям, кто были их родители, кто был дед и бабушка, как они погибли. Но вы-то точно знали, что они погибнут? Безусловно, точно знал, что погибнут. И они знали. И я знал, что я тоже погибну. Мне каждую ночь снится все. И вы знаете, не хватало у меня сил, чтобы поехать на родину. Только через 20 лет я поехал на то место, где жили, где расстреляли. Я когда ходил по городу, у меня пятки горели. Ведь тут ходили, тут жили, тут смеялись, тут целовались. А никого этого, ничего этого нет. Вы знаете, что жить и забыть о том, кто ты есть, это невозможно. Он и не забывал. Он выполнил свое обещание, данное матери. Он рассказал невероятную и страшную историю своей семьи, своего народа, не только своим детям, но и всему миру. Его имя? Рабинов Фишель Рувинович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова